Первое в этом году обследование санитарные врачи решили сделать в районе Соснового Бора, куда чаще всего ездят кустанайцы в лес на пикники. Сезон клещей уже начался. Эти насекомые активизируются в первой декаде апреля и достигают пика в начале мая. Одевшись в защитные костюмы, специалисты стараются найти как можно больше клещей, чтобы отправить их в лабораторию. Клещи не любят дождевую погоду. Нам повезло. Сегодня солнечно, ярко. И здесь в лаборатории нам выдали специальные флаги с древки, на них ткань. И на эту ткань очень хорошо прицепляются наши клещи. Всех найденных насекомых санитарные врачи отправят в Алматинскую лабораторию на выявление энцефалита. Такую процедуру проводят каждый год во время сезона клещей. Кстати, несмотря на то, что он только начался, уже есть пострадавшие от укусов этих насекомых. Зарегистрировано по состоянию на вчерашний день, по данным наших управлений, 14 случаев укусов. То есть лиц пострадавших от укусов клещей. И это у нас в городе Кустанай 10 случаев, в городе Рудный 1 случай, в Житегоринском районе 2 случая, и в Узенкольском районе 1 случай. Таким образом 14. И дети здесь трое пострадали в городе Кустанай в возрасте 1 годик 6 лет и 12 лет. Вот всем лицам, обратившимся за медицинской помощью, оказано в полном объеме. Сейчас за этими людьми наблюдают врачи. К счастью, ни у кого из них энцефалит не нашли. Как отмечают специалисты, Кустанайская область уже порядка 10 лет не является эндемичной по этому заболеванию. То есть клещевой энцефалит в нашем регионе давно не регистрируется. Тем не менее, учитывая, что Кустанайская область граничит с Челябинской, где энцефалит выявляется ежегодно, то опасность все же есть. Люди ездят часто в Челябинск, допустим, и они могут оттуда привезти. А Челябинская область считается эндемичной. У них ежегодно регистрируется именно заболевание клещевой энцефалит. У них даже в этом году уже на вчерашний день, по данным нашего комитета, у них зарегистрировано уже более 2000 укусов клещами. И есть конкретно несколько случаев заболевания клещевой энцефалита. Кроме того, как рассказала Гульсум Сосыкова, укус клеща, даже если он не энцефалитный, может быть для человека опасным. Опасен в каком плане? Если вы не удалили как следует этого клеща, вдруг остался хоботок, то место может нарывать, заражение может пройти. Поэтому нужно будет, если клещ укусил, обязательно в порядке обратиться за медицинской помощью, травматологические пункты. У нас городской травмпункт детский, взрослые травмпункты в городе есть, они круглые сутки работают. У нас специалисты-врачи удаляют и оказывают первую помощь. Чтобы избежать укуса клещей, санитарные врачи рекомендуют основательно продумывать форму одежды, в которой вы собираетесь отправиться на лесную прогулку. На голове обязательно должен быть платок либо шапка, а одежда плотно прилегать к телу. Бауржан Ежанов, Елена Чегельская, Валерия Зиновьева, РТН